Девушки отдыхают Заинтриговала? Тогда держитесь крепче, потому что сегодня точка отрыва набирает высоту! Бокеры Бокеры – люди, занимающиеся бокингом, сравнительно новым и еще не популярным видом спорта. Его название произошло от фамилии австрийского изобретателя – Александра Бока. Он придумал тренажер для бега в медицинских целях, чтобы уменьшить нагрузку на суставы. Позже их назвали джамперами. Джампы пришлись по душе не только спортсменам, но и уличным экстремалам. Так появилось новое движение джампера. В детстве я сам любил ходить на ходулях, чтобы забор перепрыгивать. Ребята занимаются каким-то интересным занятием, необычным. Вообще молодцы. Физически развиваются. Весело, креативно. Экстремальный вид спорта. Очень захватывающий. Я бы с удовольствием сама попробовала, честно. Увидел видеоролики в интернете и заинтересовало это. Начал искать это в Луганске. У нас такого как не было. Поискал в интернете, нашел. Купил себе одну пару. Попробовать, что это как-то. Понравилось очень. Заинтересовало. И начал развивать это движение дальше. Сейчас будем пробовать учиться ходить. А как правильно крепятся и как нужно поставить ногу, как закрепить? Основные моменты это два крепления снизу, стопа крепится и одно вот сзади. Затягивается, чтобы одно как единое целое становится. По весовой рессора сзади, она играет важную роль самую и отличается по весу. Ноги ровно, чуть-чуть под себя, чтобы удобно было. На счет три встаем и коленки старайся держать ровно, не сгинать. Все, готовы? Давай. Раз, два, три. О! Нет! Пробуй, иди на меня. Только старайся держать ноги чуть-чуть на ширине плеч. Для того, чтобы пройтись вот так вот в кадре, мне понадобилось посетить не одну тренировку. Ну а первые мои шаги выглядели так. Главное не бояться и сделать первый шаг. Очень было здорово, весело. Я первый раз прыгала на джампах. Мне очень понравилось, очень интересно. Хотя сначала было страшно. До сих пор страшно. Я не знаю, получится ли у меня во второй раз это сделать. Ты вообще хотела бы во второй раз стать? Ну, я думаю, да. Мне кажется, во второй раз просто будет не настолько боязно. И может быть, я даже смогу ходить сама уже без помощи. В отличие от меня, опытные бокеры испытывают подлинное ощущение свободы. Для них бокинг – это не просто пятиминутное развлечение. Они не останавливаются на достигнутом, покоряют новые вершины, придумывают трюки и поражают ими окружающих. Юля, скажи, сколько времени прошло с тех пор, как ты первый раз встала на джамперы? Несколько месяцев. И что за это время изменилось? Ты выросла в этом направлении? За это время я научилась не только ходить, но и бегать, а также немного прыгать. Скажите, ребята, а к чему вы стремитесь? Хотелось бы развивать это движение в Луганске, чтобы это было более популяризировано, как и у нас, так и по всей Украине. Джамперы – это не только развлечение, но и полезный тренажер для поддержания хорошей физической формы. При прыжках, беге или просто ходьбе на них задействуются все группы мышц. Я испытала это на себе. Советую тебе не тратить время зря и бежать за свои порции адреналина и острых ощущений. Это была «Точка отрыва» и я, Алина Черная. Покоряй высоту «Точка отрыва»! Спасибо! Ладно, блин! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok